Вот представьте себе, господа, встаете вы такие утром, а у вас настали перловка. Добрый день, детишки. Это снова перлы по Гарри Поттеру. Почему именно по Гарри Поттеру? Ну, потому что эта вселенная очень богата на перлы. В очках и не просто так. Это косплей, видите, да? Я же тоже как-то должен соответствовать. У меня где-то тут еще должна быть волшебная палочка. В общем, мы теперь, да, запаслись всем нужным. По перле? Пока не в перле. Гарри поднял волшебную палочку, произнес Эфимио Локас, и из нее посыпались искры. Уже неплохо. Произнес еще раз, палочка дернулась и фыркнула. Я, походу, чего-то до сих пор не знаю о волшебных палочках. Походу, даже Аливандр не в курсе, что они так умеют. Да. Они могут делать смерти и поэтому могут отравить каким-либо ядом. Ну, во-первых, это самое забавное описание пожирателей смерти из всех, что я встречал за все это время. А во-вторых, наверное, даже в том числе самое доходчивое, потому что, ну, это не поспоришь, а главное, после этого не остается никаких вопросов. То есть здесь перечислим фактически весь функционал этой организации. Да. Хотя я думаю, что вам пошире. А вот сейчас, ребята, ралли-плей. Сэр, не желаете чего покрепче? Он кивнул на выглядывающую из кармана манти бутылку. Отчего бы и нет? В тон ему ответил Симус. И они сели на подоконник подальше от посторонних глаз. Наверное, очень глубокий подоконник. Симус очень удивился. Янтарная жидкость из бутылки убывала, а во-том все никак не пьянел. А может, это сок просто? Это была его последняя трезвая мысль за вечером. В голове тут же все смешалось, перед глазами все стало расплываться. Дин, это... Дин, эй, ты где? Хотя он нашел друга, упавшим на пол, и спрыгнул к нему вниз с подоконника. Подоконник, видимо, не только глубокий, но еще и очень высокий, раз с него можно спрыгнуть. Я знаю, что когда ты пьяный, тебе море по колено. Вот. И, в принципе, расстояние то сжимается, то расширяется. Такие получаются пространственные временные метаморфозы. Но не до такой же степени все-таки, наверное. Какой-то странный у них там в Хогварте подоконник. Хотя здесь не сказано, что они, в принципе, в Хогварте. Они могут быть где угодно, например, на корабле Доктора Кто. Это вполне в его духе. Вот. И, кстати, заметили, тут Дин бухает Симусом. Если помните, в одном из выпусков был момент, где Гарри Поттер то ли Симуса, то ли Дина, кажется, застрелил из пистолета, а потом сжег его трупы и там что-то еще взорвал мотоцикл. В общем, было весело. Возможно, это один и тот же фанфик, я не знаю. Если да, то это как минимум забавно. Кавайность ему придают хитрющие, наполненные грустью и печалью, а одновременно такие милые, добрые, понимающие глаза. Это самое, наверное, кавайное описание Лорда Волдеморта из тех, что я встречал. Прям какой-то день открытий, нужно сказать. А дальше небольшая шалость. Снэйпа еще нет, он придет попизже. Казалось бы, маленькая опечатка, но человек, который знает вселенную Гарри Поттера, например, я, спросит. А что есть такого? А, собственно говоря, в чем опечатка? Снэйп действительно ведь придет. И он реально попизже. Попизже всех. В принципе, в этом романе. Да, видимо, фанфики не исключение. Гарри представил, как Люциус будет наслаждаться зубами Гарри. Либо это очередной фанфик из разряда Дети Императора одобряют, либо Люциус таки опустился до каннибализма. В принципе, после падения Лорда Волдеморта, если так вот воображать, да, возможно, он разорился там, поместье пришлось продать, питается корками хлеба. И, наконец-таки, они стали совсем как звери, побирается, вот как голым, знаете, да. И в итоге ему попался Гарри, и он его съел. Вот, и подавился зубами. Не, наслаждался зубами, да, а потом подавился. Какую же хрень я сейчас несу? Ну, честно, вот вы заметили разницу между тем, что я сказал, и тем, что здесь написано? Если нет, то, в принципе, вы мыслите примерно так, как я. О, сердце драка бешено колотилось. Воспаленная кожа горела. В глазах плясали мухи. Это не то, чего вы ждали, согласитесь. Я вот тоже ждал каких-нибудь огоньки, там, не знаю, искры. Возможно, даже сердечки, тут всего можно ждать. Но уж точно не мух. Да, тут поработал Нургл, безусловно. А вот замечательное описание одного из не менее замечательных фанфиков. В ярости избранный бросает все и уходит в мир, где проституция и бандитизм – нормальное явление. Ну, то есть, видимо, в мир фанфиков, судя по тому, что мы читали и до этого, и читаем сейчас, да, это, в принципе, очень конкретно попадает под описание. Гарри заводит друга проститута, вместе с которым грабит богатые дома. Робин проститут, прям, ну, честное слово. Грабит богатые дома и, видимо, раздает бедным. Бедным домам терпимости или как они там называются-то. Бедным публичным домам. Да, я чего-то не знаю о Патриане. Темный лорд и Гарри ожесточенно шипели. Извините, темный лорд и Гарри ожесточенно шипели друг на друга. Вот как-то, наверное, так, да? Шипели друг на друга, я же потерял, пока Снэйп рвал на себе волосы. Разрешите, я не буду это показывать никак на себе. Мне просто будет больно, я почему-то уверен. Чего у них там творится такое? Наверное, это как-то связано с тем, что Гарри Поттер бросил все и ушел в мир проституции. И нанял там себе помощника проститута. Кстати, на эту роль замечательно бы подошел тот самый Дин, которого потом можно будет расстрелять из пистолета. Слушайте, а это случайно не одна вселенная, нет? Я бы не удивился. Как вы думаете? О, смотрите. Долгопупс Мэннер. Это значит есть Малфой Мэннер. А это будет, значит, Долгопупс Мэннер. О, осталось только что еще? Нара Мэннер и Хогвартс Сити, наверное. Да. Хогвартс Кастел. В этой ванне мог утонуть целый полк упиванцев. Но пока что в ней тихо плавал серый тропик совы. Ну прям ми-ми-ми. Как это рождается в голове? И, кстати, тут есть логическое несоответствие. Если пожирателей смерти называть упиванцами, они должны соответствовать своему названию. Да, и получается, что делают упиванцы? Упиваются, напиваются. Да, если бросить их в ванну, они ее выпьют. Парень вырос в семье маглов. И о Гитлере был наслышан. Так. Интересно. Он был извергом, тираном. Точно таким же, как Волдеморт. Я сейчас надеюсь, это не о Гарри Поттере, а именно о Гитлере. А Гермиона – нежная, умная девушка. И татуировка в виде фашистского знака на левом предплечье – это очень плохой знак. Вот так вот. Чтоб вы знали. Ох да. Так же нежно опустилась к шее. Псосала кадык. Псосала кадык. И пощекотала языком впадину ниже. Так. Знаете, мне вот даже на мгновение стало страшно. Я надеюсь, это не продолжение того фанфика, где у Гермионы на предплечье свастика. И в принципе, то, что она поклоняется Гитлеру – это как бы норм, но она же такая вся классная. И вот всосала кадык, к примеру. Ну, почему бы и нет, как говорится. К тому времени прибежал Рон. Тут как бы не обозначено, что это уже другой фанфик, но вот вы давайте сейчас вместе представим, что это все одна вселенная. Один и тот же рассказ. К тому времени, как Гермионов сосала кадык со свастикой на предплечье, к тому времени прибежал Рон при виде трупа однокашника. Нет, ну правильно, разумеется, когда всосать кадыка, потом еще и ямку, да, там ниже тоже, наверное, всосать. Ну, разумеется, ты сдохнешь, как иначе-то. Вот. Однокашник сдох, да, прибежал Рон. При виде трупа однокашника одинокая слеза прокатилась по его щеке. О-о-о-о. Ну, ай. Ему стало больно. Он толком с ним и подружиться-то не успел. О, название фанфика. Название сон, пронесон, пронесон, сон. От автора. В один момент я резко поменяю главную тему фанфика. Этот момент будет заметен невооруженным глазом. Не факт, потому что вот я, к примеру, в этом названии, а оно напомню, сон, пронесон, пронесон, сон. Это какой-то рэп. Я, честно говоря, вот не заметил даже, где заканчивается, скажем так, название и начинается маразм. Вот граница очень тонкая. Так вот. Дамблдор умер, но не до конца. Кто-то удивлен? Предыстория. А это, значит, была не предыстория. Хорошо. Предыстория. Волдеморт был повержен и уничтожен. А Гарри вместе с Дамблдором, МакГонагал и Малфоем Старшим, которому удалось оправдать себя, основали новую школу взамен разрушенного Хогвартса. Знаете, если учесть, что после смерти Волдеморта Хогвартс разрушен не был, ну, потрескалось там местами штукатурка, взорвали пару стен. Ну, подумайте, что же мне. Все это можно было восстановить. А потом, я так думаю, они просто отмечали победу. И вот после этого Хогвартс был уже разрушен. Наверняка. А жалко, что фанфик не об этом. Вот об этом я бы, наверное, даже почитал. А так нет, нет. Ну так вот, значит, основали они... Ой, да, уже смешно. Основали они, значит, свой Хогвартс. Вот это вот замечательные вот эти вот товарищи. В новой школе было, в отличие от прежней, пять факультетов. Теперь на Дамблдоре учились самые умные на МакГонагале. Уже просто вот... Фомулировка замечательная. На МакГонагале. Самые упорные и старательные. Ну, хоть не упоротые, уже спасибо. На Поттере. Самые смелые. Ну, короче, просто поменяли бирки. Ну, как это сейчас у нас вот везде так делают, да? Ребрендинг. Заменили Пуффин Дуй на Поттер. Класс. Так, на Поттере смелые. На Малфои. Самые хитрые и коварные. А на Снэйпе... Проявляющие одинаковую склонность к свету и тьме. И вергенты, то бишь, походу, да? Ох уж мне эти подростковые страсти. Извините, ребят, ничего я могу свое поделать, но мне такого всегда почему-то хочется. Чуть-чуть, но посмеяться. Да. Гарри двинулся дальше, вталкивая еще одну пару дюймов до тех пор, пока он не почувствовал, что головка находится где-то у его груди. Так. Вообще, на самом деле, тут у меня в скобочках помечено, что речь идет о головке, как это называется, иглы. Он зашивал на Северану. Но, серьезно, кто подумал именно об этом? Вот просто поднимите руку. Не верю. Не верю, что хоть кто-то подумал. Гарри вонял. Извините. Гарри вонял. Другого слова тут было не подобрать. Зловоние, как от протухших яиц, казалось, сочилось сквозь его поры. Она вдохнула его аромат, и это заставило затрепетать ее желудок. Ну, теперь мы знаем, какой любимый цвет Гарри Поттера зеленый. Кто понял, тот понял. Слава дедушке Нурглуму. Она икнула, словно капля воды упала в пруд. Вот это я понимаю, поэтическое сравнение. Хорошо не написали, что она пернула, и не сравнили это, например, с пуском ракеты С-400, и что-то в этом духе. Я бы не удивился. О. Рон, зачем ты так долго стучишь? Но, увидев, во что был одет ее муж и на чем сидел, она мигом побледнела, опустила руки и, еле слышно, вымолвила. Что ты делаешь? Эй, детка! Крикнул Рон и отхаркнул. Х-пу! Что с твоим лицом? Э-э-э, протянула Гермиона. На ее лице был ужас и удивление. Нимфа, я иду к тебе. И... И разбив окно ногой... А. И разбив окно... Окно ногой лошади. Это многое меняет, да. Он влез в дом. Что это было? Каков самый страшный секрет Темного Лорда? В этом он не признается никогда и никому. Уж лучше смерть. Вообще-то это драма. Но можете читать и как Степ. Бред, но канон. Ммм... Да. Бред, но канон это Звездные войны. А это... Маразм. Хотя, знаете, я так подумал. Разница не особо-то и видна. До чего мы докатились, детишки? А? А Волан-де-Морт смеялся своим отвратительным, высоким, шепелявым голосом. Так, давайте попробуем это как-то смоделировать. Высокий голос это примерно вот такой. Кхм-кхм. Ну, возможно, не такой высокий. А шепелявый это шурокоредный. В рот меня тихпыхка лёг в натуре, повышаем, делаем голос выше и получается вот такой вот Темный Лорд. А чё, неплохо. Жалко, что фильм его был не такой. По-моему, был бы очень страшный. Я бы обосрался. Убежал из зрительного зала. Темный Лорд проснулся от собственного крика и подскочил на кровать. Ему, видимо, приснился вот этот вот фанфик. Да. Но никто этого не услышал. Сработали защитные чары. Он зажал лицо руками и горько заплакал. После такого и безголовый Ник бы заплакал. В дальнейшем Рита ещё много раз приползала к Снэпу ради обалденного секса. Тут секс через Э написано, поэтому секса. Её статьи с тех пор стали несколько добрее. Хотя, правда, в них не прибавилось. Ну, это как бы фанфикизация одной из высказанных одним мыслителем Ясосу Бибу, да, мыслей о том, что бабу лечат волшебной палочкой определённой. И тогда они добреют. Не знаю, не пробовал. Волан-де-Морт даже слегка испугался от неожиданности. Ну, а потом взял себя в руки и начал давить. Видимо, вот так вот. А вот почему у него нет носа впоследствии. Да, я уверен. Он его, наверное, просто слишком сильно вдавил. В полёте ветер позволял ему прохладиться. Но теперь, осознавая, что он был недостаточно хорош, чтобы играть в команде, пот стал пробиваться вслед за нарастающей паникой. Так. Интересно согласовано предложение. Либо пот это сокращение от поттер, и поттер стал пробиваться вслед за нарастающей паникой, что уже интересная мысль. Либо это именно пот. Вот пот, как он есть пот. Был недостаточно хорош, чтобы играть в команде. Во второе верится больше. Здравствуйте, профессор! Гарри ошалелыми глазами смотрел на директора. И было чего ошалеть. Обычно одетую светлую мантию старик сейчас радовал глаз новой курткой из светло-серой кожи. У Гарри закралось подозрение, что из драконий. Не очень новые джинсы с протертыми коленями и кеды ярко-зеленого цвета. Походу, это кризис среднего возраста, сказал бы психолог, а я просто скажу, что старик, наверное, на старости лет ебанулся. Бывает такое. Двамбулдор. Отличная опечатка. Следующий этап будет Тримбулдор, Четыре Бумдор, Пять Бумдор. Считаем детишки. Шесть Бумдор, Семь Бумдор, глаза дракон сворачивались в колбаску и разворачивались обширными полукругами от ужасной тряски. Драко, видимо, попал в центрифугу стиральной машинки и кто-то нечаянно нажал в кыл. Иначе я этот шедевр объяснить просто не могу. Можь извините. Снейп вынул бровь. Вынул, значит, Снейп бровь и, осмотрев свой член, направил его на Гарри. Я боссал его, видимо. Так, а бровь-то он зачем вынул? Возможно, сейчас узнаем. Ага, Снейп слишком резко поднялся и стукнулся головой о стол. Так, подождите. Во-первых, получается, Снейп валялся под столом, раз он резко поднялся и стукнулся головой о стол. Или рядом где-нибудь. Ну, ключевое слово «валялся». Это во-первых. А во-вторых, зачем Снейп вынул бровь? То есть, я даже не спрашиваю, зачем Снейп направил член на Гарри. Это как-то уже как раз-таки не контрастирует с тем, что мы тут с вами читаем. Так, вот что. Викторина. Придумайте, пожалуйста, свою причину. Зачем Снейп вынул бровь? Призов не будет. Кроме разве что обретения равновесия в силе и здравого смысла. Хотя бы на какой-то короткий срок. О, вот. Отличная опечатка. Вместо большого зала большой зад. И получилось, он сейчас в большом сзади. Кто-то, похоже, любит ББВ. Так, о чем это я? О, шоколадное черное через... О, черное. Черное. Лезвие. Подожди, шоколадное черное лезвие впивались в сердце ее. Интересное построение предложения. Сердце ее. Шоколадное черное лезвие. Что-то из Хаппи Милла, наверное. Ладно. Он уткнулся в свою тарелку и наблюдал за Брокколи. Так и хочется спросить, и как? Они в итоге что, двигались? Возможно, танцевали? Что выражаете? В мире магии еще не такое возможно. Его родители бросили его. И не искали. И он бы умер в снегу. Но его нашла молодая бездетная мать Лилипоттер. Интересное прочтение, да? Молодая бездетная мать Лилипоттера и вырастила как своего сына. Никто не знает, что ровно в 21 год все в его жизни изменится. Видимо, он пойдет в армию. И он станет таким, каким природа его сделала. Он окрасит себя в цвета, в которые он окрасит себя. А до 21 года он, видимо, станет не тем, кем природа его сделала, а кем он будет в это время. Кем он будет 21 год, ребят? Столько загадок и так мало ответов. И зачем Снэйп вынул свою бровь? Объясните мне, пожалуйста. О, шикарный спич Сириуса Блэка. Мой крестник не какая-то потаскушка. Когда он, наконец, решит заняться любовью... Вот что, оказывается, будоражит умы-то, да? Он будет ответственным молодым человеком за 30 с хорошей работой и стабильной жизнью. Да. А я думал, что рассказы о 40-летних детственниках это что-то типа мема. Оказывается, не совсем. Ну да ладно, не будем наговаривать на человечество. Правильно ведь, да? Еще одна грязнокровка и не епет, что ты не грязнокровка. Вот это я понимаю логика. Вот это я понимаю жизнь. Темный лорд пал. Но сила еще более ужасная поднялась и воцарилась в Министерстве Магии. Розовый лорд. Я не шучу. Я не шучу. Это реально фанфик. Это... Это даже не Степ. Люди это пишут на полном серьезе. Розовый лорд. Розовые розы. О-о-о. Курм лекаяйки. Так, хорошо. Гви. Произнес он в один из дней и заплакал. Потому что девочка в красном платье и сапогах. Интересный костюмчик. Я однажды такой видел. Потому что девочка в красном платье и сапогах. С черными волосами. Надеюсь это не сапоги с черными волосами и не платье. С черными волосами уже не будет ему улыбаться и вертеть. А он ничего не перепутал. Может он должен ее вертеть. На определенной оси. А не она его. Хотя кто его, как говорится, знает. Наш толерантный век ебанатства, да? Ну и вот. Меня больше интересует, кто такая Гви. Вы помните в Патриане хоть одного персонажа, имя который начинается на Гви? А если у нее черные волосы, то Гвинивер точно не подходит. И даже Гвиндолин не подходит. Слушайте, а я вот тут сейчас подумал, это случайно никак с Розовым Лордом не связано. Может это он Гви? И зачем Снэп вынул свою бровь? Объясните мне кто-нибудь. Запомните, студенты. У нас рыжских такого понятия, как Авата Кедавра, не существует. О, сыровые рыжские Иваны пошли, да? Сейчас посмотрим, что там у них вместо Авата Кедавра. Наконец-то, наконец-то. Давно хотел понять. Так вот. Значит, у нас такого понятия, как Авата Кедавра, не существует. Мы сражаем врага культурой слова. Я даже знаю, какого слова я его в этом ролике уже пару раз произносил. Вообще, вы только представьте. Вот такая картина. Стоит, значит, отряд таких вот юных волшебников. И там между ними с троем такой главный ходит. И в стиле «Вы все говно» объясняет. Запомните, студенты, у нас русских такого понятия, как Авата Кедавра нет. Ну, наверное, в представлении Роулинг примерно все так и происходит. Иначе бы она не написала, чтобы колдовстворцы вместо мёд сил, да, используют реально выдранные с корнем берёзы. Кто ещё фанфики, как говорится, пишет, да? А теперь, ребят, давайте покажите свою культуру слова. Покажите этой самой Роулинг, что мы умеем. Что нам не нужны ни Авата Кедавра, ни вырванные с корнем берёзы. Давайте, сразите её культурой слова. И объясните мне, почему Снэйп вынул кровь. Такой чёрт. Кто виновен в убийстве длиннопопов? Белла Черненко, наверняка. Раз уж это длиннопопы. О, замечательная очепятка. Он входит в состав Утирающихся Смертью. Я слышал про Упивающихся Смертью. Я даже сам их так долгое время называл. Но вот Утирающихся Смертью я ещё не слышал. Наверное, кожа потом хорошо себя чувствует после Утирания Смертью. А ведь ему ещё предстояло ехать в Оскобанию. Простите, я не могу. Весь оброс Дементором, абсолютно весь. Остров Оскобания в океане есть. Остров Оскобания в океане есть. Весь оброс Дементором, абсолютно весь. Аплодисменты! Спросил его парень явно голубоватой наружности. Этот что ли, как его, Данмер или Кварианец. О, г-г-г! Философский подумал Зельевар. Я такой философии у себя в комментах вижу много. Ежедневно. Оказывается, это всё философия. А я-то дебил думал, что они просто с придурью. Ну ладно. О, это ваше любимое. На девушке была короткая юбка. Смешные полосатые гульфики. Слушайте, а разве гульфики это не то, что на детях, вот этих вот малолетках, нет? Типа пинеток. Ну, с другой стороны, гульфики и гульфики. А что-нибудь кроме короткой юбки и смешных гульфиков на ней было интересно или нет? Я бы почитал. Вот, заметка одного из авторов фанфика. На я люблю слэши про Гарри и Герми. Либо я что-то путаю, и слэш это не мужик с мужиком. Либо Гермиона действительно в какой-то веке по-настоящему изменилась за лето. О, а вот это, наверное, должен произносить никто иной, как Снэйп. Кажется, Поттер опять вступил в то, что нормальные люди обходят стороной. Это во что же он такой вступил? Наверное, в гавнэ. А? Оценили шутку, да? Оценили. Все по лору, все по канону. О, а сейчас оцените слог. Просто зацените. Реанимация? Что? Он вскинул бровь? Опять бровь. А Белл постаралась пафосно ретироваться, веля бедрами, собрав шмотки. Как говорится, фенита ля комедия. Мне с тобой не камильфа. Осталось только добавить факье. Мда. Нет, ну вы оценили слог, да? Ну, вообще, по крайней мере, написано грамотно. И, ну, хотя бы более-менее со вкусом. Зело. Было бы, чем нагрудил бы. Смотрите-ка, что я нашел. Вы уверены, Поттер? Это веритасерум? А может, что-то совсем другое? Вы же не способны даже сварить яичницу. Снэп, походу, тоже. Раз он не в курсе, что яичница не варится. Что это? Настойка из сельдерея? Зелье от блох для родственников? Ну, оно как бы звучит смешно. Но заметьте, вот, наверное, исключительный случай, когда не выбивается из контекста, и когда шутка про блох у родственников, имеется в виду серию с Блэк, действительно смешная и действительно колкая. То есть, вполне возможно, что фанфик, из которого эта фраза выдрана, он написан вполне грамотно и интересно. Снова ролеплей. Жизнь или смерть, Поттер? Выбирай! Сказал Волдеморт сзади, запятая которого, запятая, появилась его правая рука и что-то прошептала на ухо повелителю. Так, обожите. Стоит Гарри, сзади него стоит Волдеморт, вот, судя по пунктуации, сзади него стоит Волдеморт и говорит Гарри, выбирай, жизнь или смерть. Вот. А потом появляется правая рука Волдеморта, прям вот так вот, и что-то ему там на ухо шепчет. Такая страшная картина. Тедди смеялся над концом Долохова, у которого у него вылетели все кишки и взорвалась голова прямо под ноги подростку, который был в шоке и... Точка. Трако устремился на обнаженного Поттера, который ласково подмигивал очками в лицо Драко. Круг замкнулся, я заткнулся. Ядрит там у них игрище. Хагрид рассказал Клювокрылу интересный анекдот, и они дружно хохотали до колик. Знаете, вспоминает сразу один из роликов многочисленных про Скайрим, где едет, значит, Довайкин на лошади, и они с ней общаются, а он ей потом говорит, Заткнись, лошадь, выглядишь по-идиотски. Вот мне почему-то именно вот эта сценка вспоминается. Ну, по крайней мере, Хагриду не одиноко, всегда можно поржать с Клювокрылом. Чем же он обдолбился? Дядя никогда раньше не трогал его таким наводящим на размышления способом. И должен сказать, что несмотря на то, что я, читая эту фразу, явно пытался настроить вас на определенный лад, технически ничего абсолютно пошло, в этом нет, надо признать. Здесь как раз таки все в пределах нормы. Но кого это волнует? И последний перл. Последний в моем списке, но не последний в принципе, и уж тем более не последний по значению и по накалу загадочности. Просто попытайтесь понять, что здесь написано. Не забудь за меня помочиться. Я рисую головой. Ну, рисую, это, наверное, рискую. Но не забудь за меня помочиться. Хорошо. Рисую и рискую перепутать можно, но помочиться и поручиться? И, знаете, перечитав столько фанфиков по Гарри Поттеру, я уже до конца не уверен, что это именно очепятка и что автор действительно подразумевал поручиться, а не помочиться. Что ж, это все на сегодня. Все перлы из тех, что я сумел найти. На самом деле, я вру. Перлов там этих дохрена. Еще лопатить, лопатить, не перелопатить. Хватит на годы вперед, возможно, даже на тысячелетия. Вселенная Гарри Поттера очень богата на фанфики, а следовательно, навсегда будет богата на перлы. Однако, существует еще дохренилион на различных других вселенных интересных, типа Ведьмака, Масс Эффекта, Вархаммера. По ним перлы встречаются гораздо-гораздо легче, и я хотел бы вас попросить, если у вас есть какие-то интересные, смешные перлы по различным вселенным, не относящимся к Гарри Поттеру, например, к темно-звездным войнам, присылайте их мне, и, возможно, что-то из этого попадет в следующий выпуск. А я с вами прощаюсь, пойду устанавливать свой поврежденный после чтения фанфиков разум. Всем вам Авады Кедавра, сказал бы я, но так как я жильский человек, да, я... У нас нет с вами никакой, как мы уже поняли, Авады Кедавры, мы с вами бьем на повал, значит, культура и слово, поэтому я культурно со всеми вами прощаюсь. Прощайте, мои культурные зрители и зрительницы. Авады Кедавра! Авады Кедавра!